Так, так как мы прерывались на перерыв, естественно, не нужно ноготочки наши обезжирить, чтобы все убрать, если какая-то пыль у нас здесь появилась. Все посмотрели, по которой ногти я делала, потрогали их, все успели, все поймали Лилю? Нет? Ну что ж, надо было подойти к ней. Так, сейчас мы будем рисовать с вами френч. Френч я всегда рисую с кошными кистьями, это могут быть четверки, это могут быть шестерки. Кому как удобно, смотря какая длина, и другими такими кистьями мы и работаем. Так как у нас чеснок в телевидении, я взяла шестерочку, мне ей будет удобнее. Перед работой, когда вы берете новую кисть, будь то для дизайна, будь то для деревопокрытия, обязательно пропитать базой. Вот я так нанесла базу и прямо салфеточку я пропитаю. Тогда ворсинки становятся более мягкими, более эластичными, соединяются и устраиваются прямо в такую четкую линию. Так, если вы рисуете френч тонкими кисточками, то вот обязательно попробуйте с кошными. Мне нравится этот способ, он тоже быстрый, если вы поставите это в алгоритм. То есть, когда вы, естественно, первый раз сядете попробуете, скажете, какой ужас, неудобный и так далее. Так, тонкими кистями я обычно рисую френч на гель-лаке на коротких ноготках. Когда у нас идет гель, то я рисую с кошными кистями, мне так удобнее. Сюда баночку поставлю. Итак, все, мы начинаем. Френч настроится по нескольким точкам. И, конечно же, я начинаю с усиков. То есть, я высоту усиков задаю сразу, в первую очередь. Торцом кисти прям переворачиваю кисть. Так, и сначала я вывела высоту усиков. И теперь я рисую ширину. То есть, я задаю вот этой шириной усиков наш наклон френч. То есть, наш угол, насколько он будет глубоким, насколько он будет широким и так далее. Конечно, вы можете сейчас, почему-то клиенты любят усики чуть ли не до синусов поднимать. Есть у вас такие клиенты, прям глубокие очень. Но в то же время есть клиенты, которые, наоборот, хотят более ровные, чуть ли не так, два отпечатка кисти. И здесь начинаем то же самое делать, создавать высоту нашим усикам. Старайтесь, чтобы кончик нашего усика был очень тонкий, да, чтобы он прям зимой уходил. Сейчас я перенормлюсь, чтобы не было... Ну, все. Френч – это геометрическая фигура. Если вы здесь делаете что-то неправильно, то какой-то этап не будете соблюдать, то потом есть вероятность того, что весь ваш френч не получится, будет неровным и будет сложно его исправить. Чтобы этого у нас не было, вот сейчас я сделаю усики и буду вам показывать, на какие моменты вам нужно будет обращать, когда вы рисуете френч. Вот посмотрите, я так, так, чтобы было видно. Я надисовала два усика. И вот на этом этапе вы обязательно смотрите, чтобы они были ровными по ширине в этой части, и усики были на одной высоте. Если у вас какой-то усик будет выше, какой-то ниже, френч у вас будет такой перекошенный, немножко грустный. Вот, еще вам такая подсказка, когда вы смотрите, переворачиваете обязательно свой френчик вот так, потому что вы работаете в одной плоскости. Когда клиентка переворачивает руку, у нее плоскость переворачивается. И вот я смотрела на себя, держала, было все ровно, я перевернула, видите, и этот кусик меньше, тоньше, чем другой. Видно? Френч я рисую белая гель-краска, называется White Rose. А есть ли на гель-лайке? На гель-лайке у нас есть гель-лак номер 5055. Это френч, он очень плотный, прям тонким слоем, очень плотно ложится, можно даже не снимать гель-кислой из цвета, вот эта граница улыбки не течет. Гель-краска нельзя? Не рекомендуется, потому что гель-краска, это все-таки гель, она более жесткая, она может скалываться. Единственное, что вы можете делать, если вдруг, например, вы любите густые текстуры, да, если для вас гель-лак жидковатый, вы можете гель-краску смешать с гель-лаком, вот, но в процентном соотношении 30% гель-краски 70% гель-лаков, потому что если вы сделаете больше, вероятность сколов увеличивается. Все-таки, когда вот в этом 30 на 70, вы еще не разрушаете эластичную структуру гель-лака. Это же касается и, допустим, если вы хотите в топ добавить витражный краситель, тоже мы добавляем больше 30% витражного красителя, да, вот эту вот процентовку, пожалуйста, придерживайтесь. Она работает во многих, скажем так, замесах, рецептах и так далее. То же самое, когда вы хотите, допустим, тонкие линии нарисовать, но гель-краска, например, для вас толсто ложится, да, или сильно густая, но при этом гель-лак не такой плотный. Вы также можете черную гель-краску соединить, простите, с черным гель-лаком на камеру. Ну да, то есть это перегулирует. Ну вот не самое сложное, это фрейч сейчас, потому что я буду кратить, а потом будет уже попроще. Сейчас у нас очень нежная камера. А можно вопрос, есть краска у вас с липким слоем? Вот эта краска, у нее очень тонкий верхний липкий слой, но это даже не липкий слой, а остаточная липкость. Втереть блестки сюда будет невозможно, именно блестки, но пигмент можно. Так, ну что, опять выключилось? Скажи, пожалуйста, давайте, услойте лаком, как раз. Если ногти короткие, то да, а если ногти длинные, вот сейчас у меня тоже ногти длинные, я буду в два слоя даже на нарощенных наносить. Когда у меня ногти короткие, нарощенные, там нарощенная коррекция, я наношу в один слой. Она не течет, она не ложится волнами, достаточно плотная, но когда длина такая большая, лучше все-таки в два слоя делать, чтобы не создавать лишнюю толщину. Еще вопросы есть? Так, Френчик, надеюсь, он не заполимеризовался под нашими чудными лампами для загара. Так, еще раз. Вот так нормально теперь. Так нормально? Да. Ну я пока еще не знаю, как мне. Сейчас попробую. Сейчас опять начну плечом, головой закрывать все, что можно. Итак, возвращаясь к Френчу, скажу, что, повторю, что мы сделали с вами два усика. Да, нарисовали. Но один усик, как выяснили мы в процессе, оказался тоньше, чем второй. Поэтому мы берем тот усик, который у нас оказался более тонким, мы его берем и делаем шире. Все, и подтягиваем. Теперь еще раз переворачиваем ручку клиентки, вот, и смотрим на наши усики. Если мы посмотрим, то у нас вот здесь не хватает еще толщины, видите, вот с этой стороны. С этой. Там видно? Да, мне видно. Видно, девочки? Ага, хорошо. Вот, не хватает еще толщины в этом месте. Можете поправлять сколько угодно. Можете поправлять сколько угодно раз, подтягивать, чтобы у вас получился прям идеальный Френч. Ни в коем случае, когда вы рисуете Френч, не разрешайте клиентам писать СМСки, пользоваться телефоном. Просто в этот момент я готова их убить. Вам честно, вот как мастер, могу сказать, пусть меня не слушают клиенты, но это настолько тяжело вывести идеальную улыбку, чтобы она была без порожков, выведена. Поэтому объясняйте клиентам, хочешь ровный Френч, замри на 15 минут. Тогда будет все быстро и без нервов. И следующее движение, что мы делаем, мы задаем толщину нашему Френче. То есть мы проводим центральную линию. Так, с этой стороны. И проводим с этой стороны. Так, теперь мы еще раз переворачиваем пальчик, смотрим. Вот так. Мы еще раз смотрим на Френч, если нас все устраивает. Считайте, что мы нарисовали сейчас с вами, ну как бы подложку. Мы это посушим, а потом еще раз вторым слоем уже добавим плотности. Здесь вы можете на этом этапе сделать какой угодно Френч по толщине. То есть вы задаете сами. Я с клиентами, когда работаю, я рисую и говорю, вы посмотрите, пока он сырой. Если вам что-то не нравится, я доделаю. Там ширину уберу, усики подниму, угол наклона и так далее. Всегда согласовывайте это с клиентами. Потому что для них у каждой представление Френча свое. Я же говорю, кто-то захочет очень узкие, кто-то захочет очень высокие усики. Поэтому все выясняйте с каждым клиентом индивидуально. Мне вот кажется, относительно вот этого ногтевого ложа, нужно Френч немножечко пошире сделать на вырост. Чтобы когда это растало, он не смотрелся как неестественный. На самом деле вот на такой форме ногтей, как у нашей модели, это ногти, я их называю, мечта мастера каждого. Согласны со мной? Идеально подставляется форма. Все очень хорошо. Любая форма идет. И квадрат, и овал, и миндаль. И Френч, какой бы мы здесь ни нарисовали, тоже будет смотреться так же идеально. Так, ну все, теперь я чувствую, что я его уже не выровняю, потому что я не могу развернуть себе руку, как хочу. Все, опускаем, полимеризуем. Вот эту красочку, когда вы вот таким слоем тоненьким нанесли, в качестве подложки, вы можете просушить секунд 10. Просто, чтобы краска схватилась. Она настолько тонкая, что она практически мгновенно полимеризуется. А вот уже второй слой мы будем сушить 30 секунд. Эта краска, которую я сейчас рисую в Френче, она называется White Rose. Она полимеризуется как в УЭТ, в УЭТ, в гибридах, во всех видах ламп. И теперь я уже вторым слоем создаю себе плотность нашего Френча. Вот, если я вижу вдруг какие-то неровности, там у меня остались. Я, конечно, подтягиваю красочку, чтобы у нас край прям был такой очень-очень четкий. Так, эту-то сторону я сделала, а как я ту буду делать? Так, ну ничего, сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот, здесь мы можем красочке дать немножко объема. Не бойтесь, что она куда-то стечет, она тоже самовыравнивается. Она подходит не только для Френча, вы не думайте. Ведь она подходит и для прорисовок, и для вензелей, и для рисования очень тонких линий. Потому что она достаточно плотно пигментированная. Вот, все, давай уже полимеризат, и то мы сейчас полчаса будем сушить один только Френч. И подольше сушим. Когда у вас, у клиентки, вы знаете, что немножко неровные ноготи, ну, например, у нее пальчик, да, немножко вовнутрь деформирован, просите либо раскрывать ручку сушить, либо вот эту сторону, которая завернута, да, вовнутрь, разворачивать, и потом отдельно просушивать. Потому что бывает такое, особенно в гибридных лампах, начинаете покрывать топом, и за топом тянется белая краска. Это не краска плохая, это просто неправильно просушивали Френч. Так, и теперь у нас остался топ. Ну, вот на этом этапе вы можете покрывать как топом для геля, так и топом для гель-лака. А, вот же она у меня упала, я еще думаю, кто у меня уже успел. В данном случае я буду покрывать топом для слайдеров, пусть вас это не удивляет, и не бойтесь того, что мы на жесткий каркас наносим эластичный материал. Но вот в таком сочетании ничего не произойдет. А если вы, наоборот, гель-лаковые ногти покройте топом для геля, ну, финишем, да, для геля, то все сколется. А вот на твердый материал, на твердый каркас, вы можете любое абсолютно покрытие делать, и будет держаться очень хорошо. Поэтому я сейчас буду покрывать топом для слайдеров. Он у нас также подходит и для нарощенных, на самом деле, я же говорю, для нарощенных ногтей, для искусственных покрытий вы можете использовать любой топ. И топ без липкого слоя, и топ хард, и для слайдеров топ. Так, мы с вами наносим топ, полностью везде промазываем с вами нашу поверхность, наш френч. Вот здесь можно пройтись по торцу, но опять же таки и сделать акцент, я тебе запечатала торец. Если что-то произойдет, я не виновата. Так, все обязательно промазываем полностью. И смотрите, какой здесь есть одна такая хитрость. Если вы вдруг рисовали френч, и у вас образовался порожек, вот вы смотрите в бок, а где у вас улыбка, там чуть-чуть много выкраски нанесли, прям такой порожек, вы можете взять топ и прям по центру ногтя провести и задать ему небольшую толщину. Топ прозрачный, этого видно ничего не будет. Но при этом вы выровняете порог, переход вот этот между краской белой и основным слоем геля. И здесь я отвечаю на ваш вопрос, почему такой тонкий ноготь, не страшно ли потом ходить с таким ногтем клиентам? Нет, потому что мы еще дополнительную толщину даем топам. Тоже перевернули, выровняли, смотрим наш блик. Так, еще раз переверни. И опускаем. Так, а теперь давайте сейчас уже все это, френчик у нас подошел к концу, теперь я вам показываю.